Приветствую вас, друзья, я Юрий Диоген. Итак, есть ли схожие моменты между объединением на экономической основе и механизмами финансовых пирамид? Итак, приходит достаточно много писем, в которых так или иначе сравнивается механизм объединения на экономической основе с механизмом финансовой пирамиды, либо же с другими механизмами. Почему-то чаще всего сравнивают с сетевым маркетингом. Давайте очень просто пройдемся по сходствам и различиям. Сходства есть, но различия настолько сильные, что я бы вообще эти вещи не стал бы называть даже отдаленным похожими. Пирамида. Много людей вкладываются в механизмы финансовых пирамид, либо по глупости, либо сознательно, считая себя самыми умными, либо считая, что успеют вовремя соскочить. Новшество последнего времени стоит в том, что сейчас некоторые пирамиды четко раскрывают свои механизмы, и все знают, что это пирамиды, и все равно несут деньги. Либо из ностальгии по 90-м, либо из соображений, что это интересно. Хоть и есть риск, но есть и шансы выиграть, часто по-крупному, как в старые добрые времена. Хотя не суть важно, почему люди несут деньги. Люди собирают много денег в одном месте в одно время. Деньги эти само собой начинают работать на то, чтобы раздувать мыль на пузырь. Совсем просто говоря, каждый участник пирамиды само собой думает о том, чтобы заработать как можно больше и быстрее. То есть каждому человеку говорится, ну, упрощенно, мол, вложи 10 рублей, на выходе получи 15 через неделю. В принципе, элементом, отличающим обычный банк от пирамиды, можно назвать реальность сроков и процент выигрыша, либо проигрыша. В банке, к слову, ну, упрощенно, 10% годовых. Вполне реально, деньги банк крутит, зарабатывает и может вернуть этот процент и себе что-то оставит. Но ясное дело, что ни один банк не выдержит, если все вкладчики заберут все деньги, которые они вложили сразу. Любой банк, равно как и страховая компания, равно как любая управляющая компания, сдохнет и оставит после себя кучу долгов на пепелище. Весь расчет на то, что одновременно забирать деньги из банка будет определенный процент вкладчиков. А еще больше вкладчиков будут помогать банку деньги зарабатывать и в банк еще больше денег нести. Это совсем просто говоря. Пирамиды. Ж предлагают намного более крутые проценты и меньшие сроки. Если раньше пирамиды были чистым надувалом, то сейчас они, честно, называют себя пирамидами, иногда инвестиционными проектами. С обоснованием главной темы. Деньги заработают якобы все. Все имеют доступ к деньгам, но не все одновременно. Ну, как банк, либо управляющая компания, только для верящих в чудеса. Ну, а дальше все зависит от вашей удачливости. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Естественно, тех, кто проигрывает, чисто математически больше. Как это похоже на объединение на экономической основе? Ну, в некотором роде элемент пирамиды в объединении есть. И, к слову, элемент пирамиды есть почти в любой рабочей схеме. Страховые компании, управляющие компании, либо даже банки. Но называть слона человеком только потому, что он иногда может, как и человек, наложить кучу, никто не станет. Теперь, сетевой маркетинг. В принципе, сетевой маркетинг – это один из обычных элементов продвижения товара со своими плюсами и минусами. Возьмем, например, пару фирм, которые продают так в России косметику. Нормальную косметику, ничего страшного. Человек вступает в схему, берет косметику со склада, либо же покупает ее за свои деньги. И потом он начинает ее реализовывать через свои каналы, получая процент, имея свободу делать определенную наценку. И как он будет все это дело реализовать? Никого не волнует. Главное, чтобы это не противоречило закону и здравому смыслу. Человек создает свою клиентскую базу, придумывает свои способы продажи. Он может ходить по домам сам и предлагать ее, он может обзванивать людей, он может создавать группу в социальных сетях, он может нанять несколько человек и поручить им ее продавать, прокручивая потом прибыль хоть в казино, хоть на бирже, чтобы иметь свой процент. Никого не волнует способ реализации, если он законен. Есть люди, которые благодаря сетевухе имеют неплохой доход, и это не шутка. Такой способ реализации товара неплох тем, что он предельно дешев. Не нужно держать арендные почты для продажи товара в виде магазинов. Рекламу делают по большей части сами продавцы. Нужно только держать производство, склад, сайт и печатать каталоги. И все. К таким сетевым фирмам я отношусь нейтрально. Но это огромная редкость. Невероятно огромная редкость. Ибо в 99% случаев сетевуха в России имеет форму немного другую. Отличную от просто способа реализации неплохого товара. Какую форму? Да форму той же пирамиды, только в больном варианте. Есть товар, который сам по себе ничего не значит. Хоть пылесосы, хоть инвестиционные пакеты, хоть воздух в пакете. И вы должны вот это все продать другим людям. Тот, кто покупает товар, сам уже может участвовать в схеме. То есть, прежде чем продавать товар, ты должен его сам купить. Смысл такой. Ты продаешь товар одному человеку и получаешь процент от всех сделок, которые этот человек совершит в дальнейшем. Допустим, ты продал товар 10 людям и вроде как должен получить небольшую прибыль с тех сделок, которые потом каждый из этих 10 людей совершит. На словах хорошо, но на практике полная помойка. Товар не имеет никакой другой стоимости, кроме как накрученную стоимость формальной возможности войти в тему. Пылесос уже не пылесос, а способ вовлечь людей в механизм и получить свой процент с этого. Хорошая идея, кстати. Как продать копеечный и бесполезный товар идиоту за большие деньги? Да легко. Обработай его на семинарах при помощи менеджеров по работе с клиентами. Заставь его поверить, что он может на этом заработать. И покажи ему картинки красивой жизни. И пошло-поехало. К фирмам, где товар сам по себе не важен, а важна схема вовлечения людей в схему. Я отношусь плохо. Никто, кроме организаторов, на этом не зарабатывает. Это обычная секта. Хорошо, если вы потеряете деньги и пару недель времени пытаясь кому-то это продать, то, что вы купили. И вряд ли у вас выйдет. Ибо кроме вас, кроме тех, кто пришел своими ногами в пирамиду и купил входной билет в тему, идиотов больше нет. Да больше, к слову, и не надо. С таких именно идиотов, собственно, фирмы, вот сетевые пирамиды, их кормятся. С дураков, что называется, первой линией. С тех, кто сам бесполезный товар за многократно накрученную стоимость купил, а продать его ни хрена не может. У него же нет офиса и менеджеров, психологов. Он всего лишь пару недель как псих будет бегать, агитируя всех своих друзей и знакомых. И, может быть, даже кого-то затащит в офис фирмы, где его начнут обрабатывать. Но в 99% случаев дальше дело не пойдет. Как вы видите, ничего общего с объединением на экономической основе все это дело не имеет. Пирамиды и сетевухи не придут к вам на помощь в случае конфликтов, болезней, бытовых проблем. Умнее вы не станете, сильнее тоже. Связи не наработайте. Пирамиды не требуют постоянного повышения уровня рабочей компетенции, если вы только не создатель самой пирамиды. Пирамиды не требуют от вас жить идеей и мечтой. Пирамиды не требуют постоянного поиска тренировок. И в рамках пирамиды вы не сможете иметь крепких друзей, которые могут прийти к вам на помощь. Пирамиды – это всего лишь способ работать по своей глупости на другого человека. Будут одни потери. Так что называть объединение на экономической основе пирамидой может только человек, который не до конца разобрался в вопросе. Который не имеет привычки разбираться в вопросах вообще. Нет, элементы пирамиды есть везде. Даже в самых хороших схемах. Страховая компания. Вот чем не пирамида? Люди вкладывают деньги, чтобы застраховать возможные риски. Сама страховая премия меньше страховой суммы, само собой. То есть сумма потенциальных обязательств у страховой компании раз в 10 выше, чем те деньги, которые они получают от граждан. Если все застрахованные граждане разом долбанут машины, любая страховая компания сразу лопнет. Но ведь страховые следят за тем, чтобы не было бы мошенников, чтобы люди не обращались по левым случаям, чтобы не злоупотребляли. И самое главное, они рассчитывают риски. Страховщики понимают, что страховой случай может и не возникнуть. Есть определенная вероятность его возникновения. И только по этой причине страховые компании могут существовать. Ибо если бы страховые случаи возникали бы даже в половине случаев, либо в 40% случаев, то и в страховке не было бы никакого смысла. С группой то же самое. К примеру, группа может держать сумму на случай возникновения медицинских, либо правовых проблем. Само собой, если вся группа заболеет, либо если у всех членов группы появится необходимость получить адвоката, то суммы не хватит. Как и любая страховая лопнет при таких же случаях. Но страховые существуют, ибо есть определенные проценты возникновения рисков. А значит и группа может этот инструмент использовать. Как минимум, потенциально каждый из вас будет наделен страховкой. И пусть тут есть элемент пирамиды, это неплохо. Плюс, все-таки основа группы, основа объединения на экономической основе, это следующий принцип. Что группы это больше, чем просто сумма членов. 10 человек на 100 тысяч рублей могут отдохнуть круче, чем 1 человек на 10 тысяч. 10 человек, скинувшись, могут купить крутую вещь, которую будут пользоваться все, даже если у каждого по отдельности на эту вещь денег не хватает. 4 человека на одном автомобиле, это круче, чем 1 человек, который имеет четверть автомобиля. Группа из 10 человек, скидывая деньги, имеет запас прочности сильнее, чем 1 человек, имеет то же самое, но за 10 раз меньше деньги. И самое главное, скинувшись, группа имеет доступ к знаниям и связям, которые могут использовать все члены группы для своей личной выгоды. Объединяемся, быстро поднимаемся, общие это больше, чем просто сумма частей. Вот что такое объединение на экономической основе. Если есть какие-то моменты, которые похожи на элементы финансовой пирамиды, то надо понимать, есть схожие моменты у любой рабочей схемы. Субтитры сделал DimaTorzok